Сегодня напряженная ситуация на белорусско-польской границе приковывает внимание всей мировой общественности. Погодные условия, нехватка еды и воды создают угрозу физическому состоянию людей, ищущих защиты в странах Евросоюза. Жители Беларуси не остаются в стороне от происходящих на рубежах нашей Родины событий. Мы практически единодушны в том, что ситуацию необходимо разрешить гуманным способом. Те бесчеловечные условия, в которых оказались беженцы, вызывают искреннее сочувствие, а возмущение – поведение тех, кто сознательно обрекает на страдания женщин и детей, которые рассчитывали на помощь и убежище, лишившись всего на Родине. Сегодня голоса пинчан присоединяются ко всем, кто не просто готов помочь людям, но и защитить свою страну от неоправданных и надуманных нападок и необоснованных обвинений. Это издевательство над людьми. Над кем именно? Именно над беженцами. Я не знаю, как объяснить, но это ненормально. Нет, ненормально. Почему? Ну, не знаю. Ненормально и все. Как она может быть нормальной, если мигранты не могут и назад вернуться, и в Европу не могут заехать? И они, получается, застряли на границе, а там и дети маленькие, и все, и как это все это? И, насколько я знаю, там их тысячи людей, как говорится. Они, получается, попали просто, грубо говоря, в тупиковое положение. Предположите, как можно выйти из этого положения? Ну, я не знаю. Мы заложники ситуации. Страна наша? Ну, я не знаю. Здесь, кроме, здесь, когда, пока диалог не начнется с Европой, например, Беларусь с Европой не начнут вообще разговаривать, какой-то диалог, приходить к какому-то консенсусу, именно к какому-то решению вопроса этого, оно будет все-таки стоять, будет только усугубляться этой ситуацией. Жалко людей, просто очень жалко людей, детей всех. Они кинули свои родные места и приехали к нам сюда, но здесь не хотят оставаться, надо как-то их пропустить все равно, туда, куда они хотят. Жалко очень людей. Точный, конкретный, я не могу сказать, ни политик никакой. Я просто в таком, больше в шоке. Я не понимаю, почему так. Грустно, короче. Не хотелось бы. Я, конечно, в этом, в всей политике не разбираюсь, да, но то, что сейчас творится, это, ну, просто ужасно. Людей жалко, да. Там, я слышал, и много детей, и беременные женщины. Их, конечно, как вот по-человечески чисто жалко. Как вот выйти с этого положения, ну, не знаю. Скорее всего, или их депортировать обратно, принять к этому меры, или все-таки уже пустить. В каком-то минимальном хотя бы количестве начать, по чуть-чуть пускать. Как говорил Достоевский, я не могу быть счастлив, пока несчастна хоть одна бы душа. Хочется помочь этим людям. Но сколько это возможно? Наверное, существуют пути. Я думаю, что есть люди, которые специально этим могли бы заняться и найти все-таки вариант выхода. Но помощь нужна. Это несомненно. Смотрим, они стали очень, ну, такими заложниками данной ситуации. Наша страна очень сильно оказывает гуманитарную помощь беженцам. Но ее, ну, незаконно обвиняют в данных каких-то издевательствах. Страны Европы могли бы оказать гуманитарную помощь через нашу страну как-то, чтобы помочь этим людям, а не обвинять нас в том, что мы что-то делаем не так. Новости смотрю каждый день. Даже не один раз в день, если есть такая возможность. Ситуация, которая там сложилась, действительно очень страшная. Я мама двоих детей. И не могу равнодушно смотреть на ту ситуацию, которая сложилась на польско-белорусской границе. Данная ситуация держит страхи не только беженцев, а также и местных жителей, что напрямую связано с нарушением прав и свобод человека. Так быть не должно. Мы за свободу, за дружбу, за мир, за равноправие, за народное единство. Наша белорусская общественность, все наши пенчаны взбудоражены и возмущены до предела теми деяниями, которые творят коллективный Запад. Наши участники войны, узники фашистских концертов, которых более 200 человек, они с возмущением смотрят на те бездействия из Запада, что они сами же натворили и сами же сейчас никаких мер не принимают. И все это обвиняет наш белорусский народ, Россию, что мы виноваты. Польские солдаты смотрят на, как фашисты, на граждан других стран. Ведь их сами созывали. Еще в 16-е, 18-е, 20-е годы канцлер ФРГ говорила, что приглашала к себе, что она примет все достойно, не будет жить. Вот они поэтому и вышли, как говорится, искать теплое место и хорошую жизнь. Но мы все знаем, что какую демократию несет коллективный Запад. Бездушие, какое-то непонятное отношение. И пытаются объединить наш белорусский народ. Поэтому мы их введение оставим. Но это не решение вопроса. Решение вопроса это другое совсем. Они Запад должны пропустить. Я думаю, что здравый смысл возобладает. На сегодняшний момент отношение коммунистов Белоруссии к тем событиям, которые происходят на границе, очень негативное. Коллективный Запад ведет бесчеловечную войну против беженцев. Ну и как учитель, меня волнует то, что страдают не только взрослые мужчины, но и женщины и дети. Права человека на сегодняшний день никто в мире пока не отменял. Продолжение следует...